Спасибо. У нас вчера было очень бурное обсуждение. У нас инициаторами были Сергей Петрович Коваленко, Людмила Николаевна Любченко, а участвовали я, Надежда Викторовна Щерденцева, Елена Батинева, фирма ДНК Это была технология Ирина Демидова из 62-й больницы и доктор Мичеряков еще потом наплечился тоже из энкоцентра. Я надеюсь, что я никого не забыл, потому что все в зале. У нас там носила характер дискуссия, как организовать обсуждение, чтобы вынести какие-то методические рекомендации. Я никоим образом не претендую на то, чтобы принести проект методических рекомендаций. Я просто хочу обозначить вопросы, которые обсуждались, и где есть расхождение в мнениях, и что необходимо, так сказать, как план сегодняшней дискуссии. В общем-то, три аспекта. Какой объем лабораторного исследования? Здесь вопрос цены, потому что колеблется в зависимости от размера исследования от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Второе. Кого направлять? И самое главное вопрос, а зачем это все? Зачем эта диагностика нужна? Ну, соответственно, какие здесь я хочу подчеркнуть аспекты? Дело в том, что медицинская генетика – это наука о наших предшественниках, о прародителях. У каждой нации свои гены. Это, честно говоря, даже медицинские генетики плохо отдают себе отчетку. Когда ко мне приходят на курс медицинской генетики индусы, я не знаю, что им преподавать, потому что у них другие наследственные заболевания, которые не соответствуют европейским учебницам. Соответственно, что получается? Вообще-то, в России целый блок воспроизводимых работ, который посвящен повторяющейся мутациям. Но у нас огромные диаспоры неславянской национальности. Ну, в качестве примера кавказских народов огромное количество. Другие люди, для них вообще нет никакой диагностики. И по идее, если все делать по-честному, вообще надо отказывать в каком-то ДНК-тестировании. Особая группа евреев в Шкенназе, совсем там все иначе, потому что сама принадлежность группы евреев в Шкенназе является поводом для того, чтобы обследоваться на три еврейские мутации, не славянские. Там они очень часто, 2%. Поэтому здесь вообще логика не работает. Ну, так или иначе, то, что у нас есть, только для славян. Теперь лабораторные исследования. Значит, с геном БРК-1 все понятно. Он частый, там есть повторяющиеся мутации. Ген БРК-2 редко имеет отношение к альпийским ракам, хотя, опять же, если взять работу из Сибири, то там очень приличная частота, просто там эти работы не повторялись. Ген БРК-2 у нас показана его роль относительно часто. Он близок к БРК-2, по сути. Ну, и плюс еще есть мутации с не очень понятным значением. Там другой совсем уровень риска, уровень пенетрантности. И вот этот список, что еще следует, СП-53 здесь есть, можно продолжать до бесконечности, так сказать. Тут даже в рамках европейских и американских, не то чтобы стандартов, а рекомендаций, нет особого согласия, потому что список этих генов пополняется. Значит, мы договорились вчера, что остановиться только на БРК-1, что является уже немножко ограничением, но так или иначе это поддает какой-то план. Значит, что по БРК-1? Вот у нас 5382 славянская мутация, она самая частая. И если вы делаете один единственный тест, одну мутацию, вы покрываете по разным данным от 80 до 94% всех БРК-мутаций, которые обнаруживаются. То есть подавляющее большинство, один единственный тест. Есть другие повторяющиеся мутации, помимо 5382. По мнению разных участников дискуссии, их от 2 до 7 я перечислять не буду, потому что, на мой взгляд, даже лабораторные специалисты тут уже не так ориентированы. А если говорить о междисциплинарной аудитории, то это беспредметный немножко разговор. Есть доступная... Вот диагностика вот этих мутаций, она доступна в России и везде, практически во всех городах. В нескольких городах России, ну в нескольких все-таки минимум 5, доступно полное секвенирование генов БРК-1. Это когда мы не нашли повторяющихся мутаций и делаем относительно дорогостоящий тест, чтобы оценить паклеативные замены. Что практически игнорируется в российской диагностике, то что в гене БРК бывают еще крупные перестройки, которые обычное классическое секвенирование ПЦР не выявляет. Вот анализ крупных перестроек, он требует особого набора. Набор у нас возят неофициально, потому что он не зарегистрирован. Но, насколько я знаю, может быть где-то есть еще эти анализы в Ленинграде, есть Петровский банк столовых клеток, вот они эту диагностику, слава богу, делают. Хотя могли бы многие делать, если наборы покупать. Но это такой пробел, который до вчерашнего совещания практически не обсуждался. Теперь, значит, группы на обследование. Тут принципиальная у нас, соответственно, водораздел. Это самая вообще вся вот эта БРК-диагностика, она затевалась для того, чтобы превентивная диагностика у здоровых женщин, чтобы мы выявили группу риска, и с ними надо что-то делать. И плюс еще сами больные раком молочной железы, раком яичника. Раньше они просто служили инструментом для того, чтобы найти здорового члена в семье, но сейчас этот вопрос можно обсуждать в плане лечения. Соответственно, здоровые, опять же, здесь есть, как мне представляется, абсолютно разные категории женщин. Масса сейчас коммерческих лабораторий предоставляет спектр профилактических услуг, и поэтому, в общем-то, практически во всех рекламах любая здоровая женщина может прийти, или мужчина, ради бога, и сказать, а я хочу сделать БРК-тест. И, в общем-то, понятно, что никто отказывать не будет. Целесообразность этого у нас разделились мнения, ну, равно как и объем этого БРК-теста тоже разделились мнения. Куда серьезнее обстоит дело, если мы нашли уже больную раком молочной железы или рак яичника с мутацией, или вес, это можно знать, и можно не знать. И, соответственно, вот тут возникает вопрос уже, что вот, конечно, членов их семей обследовать, это уже чисто медицинская задача. И, опять же, здесь есть категории, когда доступен материал от первичной больной, и мы знаем, где искать мутацию, когда недоступен. Это сложный вопрос, путанный, я не хочу на нем останавливаться, потому что я думаю, что его на словах не обсудить. Значит, больные раком молочной железы. Один из лидеров направления, который показал, что именно 5382 мутация бывает часто у славян, профессор Ян Любинский, он, безусловно, самый сильный специалист в этом направлении, по крайней мере, в Восточной Европе, он говорит, не надо никаких критериев отбора. Частота 5382, 4%, это простейший тест. Диагноз раком молочной железы, надо сделать этот простейший анализ, потому что он влечет за собой очень много выводов. Так или иначе, большинство других специалистов настаивают, что отбор пациентов на исследование с диагнозом рака молочной железы необходим. Какие критерии отбора? Клинические признаки наследственного рака. Наследственная анализ, две более опухоли, молодой возраст. И плюс еще один признак, трижды негативный рак молочной железы. Для БРК один диагностики. Соответственно, опять же, может быть один из этих признаков, а может быть и сочетание признаков. Разная глубина диагностики. Рак яичника. Вот тут мне немножко сложно излагать, потому что мои представления полностью расходятся с мнением других участников дискуссии, но я озвучу. Есть понимание, что все больные с раком яичника, и есть понимание, что вот тоже эти критерии надо учитывать. И сочетание признаков. Значит, общие признаки. У нас все-таки есть больные и здоровые по категориям. По здравому смыслу у нас есть контингент с маловероятностью обнарушения мутации. Там либо ничего не делать, либо делать ограниченное число дешевых тестов. Умеренная вероятность. Опять же, здесь глубина обследования должна быть умеренная. И очень высокая степень вероятности. Вот здесь, конечно, если очень надо, то надо помнить, что и секвенирование доступно, и что есть тест, в общем-то, доступный в стране на большие перестройки. Я уже анонимно вчера обдумывал дискуссию. Я склоняюсь, что единственный способ найти какое-то решение, это учитывать опыт и мнение локальных лабораторий. Хотя бы потому, что даже Ленинград и Москва близкие города. А там в Ленинграде есть такая мутация, которая в Москве бывает часто и в Ашкертостане. А в Ленинграде мы ее не находим. Ну, мы правильно, значит, говорить, что эту мутацию мы не очень обязательно делать. Но тут единых стандартов и стране, я думаю, искать бессмысленно, потому что это немножко не о том. Зачем все это делается? Вот тут, опять же, у нас была бурная дискуссия, потому что все-таки вопрос, зачем, должны обсуждать в первую очередь мамологи, гинекологи, ну, разумеется, с помощью других специалистов. Но, в общем-то, я считаю, что все вот эти клинические, так сказать, аспекты должны исходить из других солистов. Онкологические больные. Значит, смотрите, какие у нас аспекты есть, если мы говорим про эксиминацию. Неодевантная терапия, тактика-объем операции, одевантная терапия, наблюдение после операции, лечение неоперабельного рака. Ну, понятно, что это метастатические и местно распространенные, когда операция невозможна, то есть системное лечение. И вот, что я хочу сказать, что тут, в общем-то, одно из самых интересных направлений, и я очень большой энтузиаст этого направления, но если мы возьмем рекомендации АСКО, СМН, ССН, там-то пока ничего не озвучено на эту тему, или озвучено очень и очень мало. Меня могут специалисты поправить, но я думаю, что здесь многое понятно, но не приняло еще характер рекомендаций даже в более развитых странах. Мониторин здорового БРК-носительница. Опять же, я считаю себя не вправе тут слишком долго останавливаться на этом вопросе. Из таких острых моментов. В рекомендациях пишут, что магниторезонансная томография, малодоступный метод в России, является методом выбора для ранней диагностики рака молочной железы у БРК-носительниц. Рак яичника. Общее мнение, что там есть целый ряд рекомендаций, они по совокупности не очень эффективны. И профилактические операции. Тут уже Сергей Михайлович абсолютно все исчерпывающе рассказал, поэтому, в общем-то, я думаю, что не надо на этом вообще останавливаться. И, наконец, вопрос о химии, профилактике. Ну, это обывателю полезно знать, что если говорить, хотелось бы выпить волшебную таблетку или получить какие-то рекомендации по стилю жизни, чтобы снизить риск. В общем-то, опять же, здесь никаких таких общепризнанных мер по снижению риска рака молочной железы яичников, кроме оперативного вмешательства, в общем-то, нет. Спасибо за внимание. Я никоим образом не хочу делать выводы. Я просто обозначил, суммировал ту дискуссию, которая у нас вчера была, и попытался сформулировать, где у нас неполное согласие даже между собой. Спасибо. Я сразу же извиняюсь, может быть, он более адресован Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, насколько гуманно женщинам в стиле 50-х лет делать государственность? Насколько гуманно оставлять человека под риском болезни и не делать ничего? Эта история началась... Я не сам придумал вообще эту проблему и, так сказать, такие решения. Первая пациентка, которая заикнулась о том, что нужно профилактически убрать молочную железу, была биолога. Это было в середине 90-х годов. Она знала, что такое мутация генобирсиазин, но тогда еще в России не делали этого анализа. Она мне сказала, знаете, у меня все родные убрали раком молочной железы, вот у меня с одной стороны случилась болезнь, не могли бы вы убрать вторую молочную железу с тем, чтобы не развилась следующая болезнь? Ну как убирать здоровую молочную железу? Нельзя. Какие мотивы? Что касается яичников, абсолютно это самый подход. Более того, с удалением яичников женщины гораздо легче соглашаются, чем с удалением молочной железы. Но вот жизнь показала, что она была права, а я был не в тени. Позвольте, я прокомментирую. Все-таки понимаете, тут надо еще понимать наше место в мире. Дело в том, что речь идет, в первую очередь, о добровольных операциях. Исходят из того, что это люди приговоренные. Я, соответственно, не стал на этих слайдах останавливаться, но какую раннюю диагностику вы не обеспечиваете, все равно огромная часть даже этих пациентов гибнет от онкологического заболевания. Как правило, люди с раковых семей, то есть они знают, о чем идет речь. И это исключительно добровольное согласие. Поэтому в тех же странах, в зависимости от культуры, от традиций страны, очень разные, так сказать, проценты согласен на эту операцию, но все-таки тоже надо понимать, что это, если является стандартом медицинской помощи во всех разных странах мира, ну не надо нам тут иметь свое мнение, надо просто проектировать то, что есть. Сейчас мы говорим о профилактическом удалении яичников. Вы знаете, очень часто приходят больные из онкоцентра из Герцена в климактерическом периоде, ну 47-50 лет, им назначают золодекс и тамоксифен, не удаляя яичники, даже при ранних формах рака. Как можно это объяснить? Спасибо. Ну, Люсь, не имеет никакого отношения к теме настоящего заседания. Это идет речь о адъювантной терапии ракомолочной железы. Да, это один из общепринятых подходов патологической гормонотерапии. При сочетании золодекса с тамоксифеном может быть как применяться. Может, тамоксифен может работать и без золодекса. А еще по поводу сути вопросов. Яичники удаляются не для того, чтобы убрать источник гормонов, а для того, чтобы в них яичников не возник рак. Самая удачная операция – это удаление яичников в климактерическом периоде, когда уже, и в постменопаузе, извините, в постменопаузе, когда уже яичники не работают, никакую функцию не несут, даже гормональную. А при этом остаются органы, где может возникнуть рак и где невозможна достоверная диагностика. Поэтому удаление яичников ничего общего не имеет с удалением ископительного формы. Это удаление органов решения. Конечно, да. Евгений, а вы сейчас видели то, что касается темы сегодняшнего заседания. Вопрос ваш не касается темы заседания. Давайте не будем о нем. Есть еще вопросы? Да. Здравствуйте. Я, конечно, представлю анкрохимического канцерогенеза. Я, конечно, достаточно далека от терапевтов. И меня… Да. Якубовская Валяна Геннадьевна, онкологический центр. Меня в этой проблеме интересует, прежде всего, профилактика. И как человек, который занимается механизмами генетических повреждений, реализующихся в генетических нарушениях, я могу сказать, что мутации, которые наследственны, это в основном мутации, задействованные в системах репарации, в генах репарации. Поэтому вот не только составление регистра и выявление таких пациентов, но очень правильные рекомендации по поводу профилактики, потому что существует целый перечень канцерогеноопасных производств, с которых эти люди должны быть, конечно же, удалены. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важно ввести наблюдение за возникновением вторичных опухолей при лечении платиной с содержащими препаратами, потому что, ну, на экспериментальных моделях мы четко можем сказать, что увеличение бластома генеза, потому что у нас экспериментальные модельные системы резко возрастают при наличии таких мутаций, как вот персинь. Я позволю с этим согласиться. Дело в том, что когда мы говорим о БРК-носительницах, то за счет того, что у них клетки нормальные, у них одна копия гена БРК-секламенат, то система репарации здоровых клеток функционирует нормально. У них просто риск инактивации второго аллеля повышен, и тогда возникает опухоль. Существует целый ряд работ, когда пытались отвешивать БРК-носительниц и смотреть на факторы риска. Ну, какие очевидные факторы риска? Курение и работа лентинологов, или работа средиактивности, относительно частые вещи, которые могут быть. Никакого достоверного увеличения риска до каких-либо производственных, так сказать, профессиональных категорий БРК-носительниц в литературе не отмечены. А ведь это десятки тысяч человек, и поэтому давать какие-то рекомендации, чтобы отстранять человека вот, ну, какой-то работы, даже не очень понимаем какой, я думаю, что мы не можем вносить, здесь нет данных. В отношении вторых опухолей, все-таки единственная частая, разнобидность частых вторых опухолей в этой категории носительниц, это опухоли в оставшуюся молочной железы, опухоли яичника, то есть те органы, которые остаются. Никаких данных, что, допустим, у таких больных чаще бывают опухоли индуцированные химические, ну, в частности, для прициклиновой трагедии козы характерно, там более или менее статистика мняная. Никаких данных нет. И поэтому я думаю, что здесь очень важно все-таки проводить очень четкую границу, что может быть и что на самом деле. Дело в том, что БРК-носительницы и лечения – это довольно большая категория пациентов, которые хорошо посвечены. нет там никаких данных, которые говорят, что, ну, грубо говоря, про те же отдаленные последствия химиотерапии, что безусловно приходит в голову. Более того, есть такие данные, что отъюваемая химиотерапия первой опухоли, если она была, снижает риск возникновения опухоли в контролентеральной молочной железе. По-видимому, за счет того, что уничтожаются предоопухолевые плоды. Но это лазерная стабильная донатская рекоменция. Насчет канцерогена опасных производств существует целый список. И вот они, что прикованы, и вы можете посмотреть. То, что эффективность репорационных систем снижается при мутации БРК – это тоже вполне очевидный факт. А вот она не стопроцентная. И это повышает вероятность. Нет ни одного функционального теста. Все медицинское сообщество ищет функциональный тест, который позволит проявить БРК-носительницу без сиклинирования генов. Просто взять лимфоциты, сделать функциональный тест на инфарацию и сказать, ага, вот это гетерозигонок, а здесь одного они или нет. Это практически очень важная вещь, потому что у БРК-гена очень много фенокопий. Нет никаких данных, которые масса с этих работ были, которые показали, что у нас уровень инфицированных хроматом в переспоях или какие-то, ну еще есть репорационные тесты, довольно много, что там у них отличаются гетерозигоноксистемы репораций с домом цветов. Евгений Иванович, я, конечно, могу с Вами согласиться и сказать, что просто недостаточный материал. Мы не можем на человеке ставить эксперименты. У животных эксперименты ставят мужик. И, соответственно, я могу сравнить у животных, имеющие мутации и у животных, не имеющие мутации. Какую мутацию? В систему репорации... Нет, нет, БРК-ген? Нет, нет. Но мы же говорим о конкретных генах репораций 4-сорт-генах. Эта система тоже включена эргомологическую рекомбинацию. Эргомологическую рекомбинацию включено порядка 50 генов, которые участвуют в этом процессе. и ферменты, которые участвуют на первой сцене, я говорю о них. Их около шести. Но у нас другая, естественно. Просто те данные, которые есть у меня, они позволяют волноваться и по поводу бизнеса. Мы волноваться, по-другому, знаете. Я хотела бы предоставить слово Елене Батинёвой из ДНК-диагностики. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность рассказать о нашей работе, которую мы выполнили в ДНК-технологии совместно с ОМК-центром. Кратко об исследовании. В него вошло 1091 человек. Это была неотобранная выборка рака молочной железы. Мы протестировали их на 11 мутаций. Мы их выбрали, согласно анализу литературы, да, и то, что ранее встречалось в российских работах. И метод от ОМК-центром реального времени является методом примыкающих. Мы обнаружили из этих 11,8. Всего мутаций были найдены в 64 женщин, что составило порядка 6% от неотобранной выборки. Если говорить о спектре мутации, то превалировала мутация 53,82, конечно, около 70%. Остальные встречались реже. Но, если говорить о мутациях, которые встречались единично в нашем исследовании, это 185, 38,75, 38,19, 28,1,74. Вроде бы, это единичные случаи, и, может быть, это не так значимо. Но в сумме они составляют 12,5%. И тоже непонятно, много или мало. Но можно бы и так вот это не исключить. А, к сожалению, здесь нет этого слайда. Я еще хотела отдельно упомянуть, что, поскольку это была неотобранная выборка, то не у всех женщин были какие-то факторы дополнительные. Молодой возраст, прежде негативная форма, больные родственники. И у 20% женщин без этих факторов риска были обнаружены мутации. То есть, если бы мы направляли только селективно, да, группу высокого риска, мы бы эти 20% просто упустили. Ну и, соответственно, мы определили такой спектр мутаций, который нам показалось целесообразно тестировать, и в скрининге включается, состоящий из 8 мутаций. Одна из них, что это не 74. У нас есть регистрационное удостоверение и здраво на производство этого комплекта. Соответственно, есть приборы тоже, собственно, производства, на которых это можно. Но система открытая, можно на любых других пиццер-амплифизаторах не будет. Можно исследовать нашу учебу. Всё. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, у вас учерпались намеченные доклады. И намечена довольно обширная дискуссия. Суть дискуссии в том, будет заключаться, что хотелось бы узнать мнение людей по поводу, что должно быть в тех самых намечающихся методических рекомендациях, которые в российской действительности отсутствуют, а существуют во всех цивилизованных странах. И, в общем-то, ну вот, судя по имеющимся докладам по выступлениям сегодняшнего дня, уже, собственно, анталоническая общественность полностью уже готова к тому, чтобы более осознанно, более широко и, может быть, с какими-то стандартами ввести аналитику, связанную с мутациями в гении Персея-1. Такие запросы особенно часто встречаются вот в городах, которые не столичные города, скажем, даже у нас в Краснодарске многие люди просто врачи просят, что, собственно, нужно делать, в каком объеме нужно делать, какие задовыводы, для чего такие вещи. Поскольку это, ну скажем так, хотелось бы, чтобы это была коллективная работа, я бы попросил всех желающих высказать свои соображения для того, чтобы потом, минимум, учесть в создании такого работы. Пожалуйста, есть ли это вообще? Ну вот, можно, наверное, пройтись по тем вопросам, которые Вы вызвали по обсуждению вчера в таком собрании рабочей группы. То есть один из вопросов был такой, один с одной точки зрения ситуации. Часть людей выступала, поддерживала с точки зрения Любинского по поводу того, что, озвучен Евгений Наумовичем, по поводу того, что на самом деле просто, эффективно и, в общем, на самом деле обоснованно тестировать всех людей, которые поступили в отделение, независимо ни от каких, значит, в семейных форме, независимо от молодого возраста, просто всех подряд саракомолочной железы тестировать на 1-й местную мутацию в 53-й местных запасов, она очень часто встречается у нас в России и вообще в славянском поселении. С другой стороны, конечно, были люди, которые говорили, лучше давайте придерживаться тех стандартных, которые приняты в Соединенных Штатах, тех, которые приняты в Европе, и сначала будем рассматривать семейную историю. Есть какие-то соображения по этому поводу? То есть организационного типа, административного типа, может быть, научного типа. Давайте, может быть, выскажемся по этому поводу. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович. Здесь Владимир залетает в медицинский центр. Я просто много всего тут уже наслушался, начиная с первого доклада. Значит, два варианта, на мой взгляд. Либо мы идем совершенно нормально, ничего не придумывая, как делают за кордоном, либо мы воспользуемся вот той тест-системой, которая предлагает ДНК-технология. Одну мутацию не имеет смысла. Денег немного. Если в Новосибирске это стоит дорого, может быть, в ДНК-технологии не очень дорого. Так что я думаю, что лучше взять несколько мутаций, и это все-таки большую часть проблемы у нас закроет. Если не закроет, то, значит, не закроет. Кому не повезло. Это практическое состояние, иначе, что по-прежнему надо всегда рассуждать, что это прагматично. То есть, если мы что-то теряем от того, что потестировали, или больных что-то теряем, это один вопрос. Больных что-то приобретает, это другой вопрос. У нас, с одной стороны, стоит возможность выявить мутацию, что-то сделать, с другой стороны, есть небольшая потеря в финансах. Она действительно небольшая. Поэтому, если есть какие-то психологические аспекты, мы тоже это будем обсудить. Я вообще с этим парковым не согласен. Дело в том, что ночьи денег не бывает. Даже если сказать бесплатно, то это классика об обладательщики. Количество вот этих позиций для изучения, оно растет с каждым годом. Потому что там в этом году появилась еще одна позиция по четвергам, еще и еще. То есть, это вообще история-то бесконечная, честно говоря. И мне представляется, что здесь какие-то формулировки, что никто ничего не теряет, она неоправданная. Потому что чем больше тест, тем дороже он стоит, независимо от технологии. Далее. Если говорить о рекомендованном характере, то получается, что если не тиражили тест, он как бы, становясь рекомендацией, в общем-то, и тиражируется, навязывается. Мне слово не подобное. Поэтому я считаю, что вообще вот тут без относительно экономики смотреть, что очень целесообразно, что менее целесообразно, что нецелесообразно, важно. И если ссылаться на зарубежный, то там как раз это очень хорошо сделано. Потому что в тех странах, в тех очень высоких эффектах основателя, у евреев, опять же, там все евреи тестируются на целый ряд еврейских мутаций. с дорогой, воды, ну исходят из того, что такая частота, что вообще не стоят вызовки. А если мы возьмем страны, где нет фаундерэффекта, то это надо очень здорово доказать по целому ряду признаков, чтобы это как раз стоит проводить. У нас появилась промежуточная ситуация, когда есть и повторяющиеся мутации, и не повторяющиеся. Но я, это все, тут сложно с этим спорить, с чем я говорю. Я просто не согласен, что никто ничего не теряет. Не, но вообще не согласен, что никто ничего не теряет. Я не совсем так сказал. Я не сказал, что нужно ответить, что мы теряем, что мы приобретаем. Я не сказал, что никто, словно никто не случает. А что касается... Я еще есть в вашем доступе. Да, и что? Сейчас одну минутку дайте, пожалуйста. Да. А что касается выборов, пользы есть. Он всегда существует. Каждый ангел, который лечит больных, часто сходим в администрации. Сталкивается с тем, что эти пользы есть. Мы не знаем точно, кого нужно лечить, кому какие лекарства давать. Мы пользуемся всегда рисковыми категориями. Поэтому такой же риск в этой категории может быть предусмотрен и в данном случае. И еще я хотел бы сказать, что по поводу того, что нужно что-то делать или нет, мне кажется, что когда мы сможем сделать немного больше, тогда мы сможем, наконец-то, понять, сможем мы двигаться по юридическому пути, допустим, по-славянскому или нам нужно разработать только по армянскому ряду. Но пока, как вы сами сказали, поскольку в каждой популяции это, так сказать, этнические аспекты, если пока мы не сможем разбирать, не сможем набрать материалы, касаемо, конечно, там, популяционной, там, генетики, этнической аспекты, в принципе, ничего не сможем сделать. И последнее, западная, опять же, опыта, и опять же с вашим предметом, непримятно, сколько у нас свои особенности, и могут свои эффекты основать. Нам необходимо работать для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Спасибо большое. Мне кажется, что не нужно себя лимитировать в этом исследовании. Ведь, может быть, это просто двуступенчатое исследование. Первое исследование – это исследование скрининговое. Если, например, врач получает ответ, что у группы пациентов, у которых совершенно очевидная наследственная форма болезни, а скрининговые тесты показали отсутствие каких-то мутаций выручных генов, значит, надо потом проконсультироваться индивидуально по каждому конкретному человеку, или со специалистами, о том, что объединяются клинические гены или молекулярные гены. Такие вопросы, какие гены еще нужно посмотреть. Спасибо. Северна Натольевна. Ирина Натольевна. Короткая клиническая больница. Вы знаете, ну, я хочу не согласиться с тем, что ничего не сделано, но они ничего не знают. У нас, например, обследовано более 500 больных в клинике, и, в принципе, уже можно иметь какое-то более-менее четкое представление, кого, зачем, когда и почему. Опять-таки, когда мы говорим о том, что действительно есть больные, у которых нет семейного анализа, тем не менее появляется мутация, это не значит, что у них нет других пристагов. Безусловно, я думаю, что если сделать какую-то более-менее прозумительную обработку, эти признаки обнаружатся. Это молодой возраст, это вентеральная локализация, это, предположим, метахронный синхронный рак, трипл-негативный рак и так далее, и так далее. Что 20% больных, которые не имеют никаких абсолютно пристагов, я не знаю, просто, честно говоря, если это где-нибудь опубликовано, просто было бы интересно посмотреть. Потому что мы сделали анализ у себя достаточно серьезный, даже, предположим, если брать трижды негативный рак, как, предположим, какой-то критерий отбора пациентов для определения мутации генной ВРК, там вот этот фактор, да, трижды негативный рак работает только у больных младше 45 лет. Если больные более старшего возраста, то, к сожалению, не получается, да, там процент только мутированных больных не очень большой. Поверьте, это, конечно, больше, чем в общей популяции, но, тем не менее, не очень большой. Статистически недостоверно. Ничего этого касается ко мне как-то... Нет, 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 нет. Это не только... Я в том плане, что... Можно я вам отвечу на это? Теперь я занимаюсь в форме обретения науки, чтобы я такую данную... Дело в том, что если вы считаете, что можно сделать какие-то вещи, как конкретные рекомендации, давайте их делать, пожалуйста. Давайте, давайте. Дело в том, что вы не можете на основании ваших данных, несмотря на вашу серьезность работы и наших данных, мы пока не смогли сделать конкретных рекомендаций, они лишь предварительны. И в будущем, при дальнейшем, так сказать, если у нас будет дополнительный опыт, они вполне возможно изменились. То есть не то, что вполне, а не точно изменились. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим, что у нас прекрасный большой опыт, мы рекомендации четкие не можем делать до сих пор. Да, безусловно. Поэтому, если... Понимаете, что для того, чтобы сделать рекомендации, нужно собрать, не только так, как положим, собрать тоже на 9, да, здесь должны участвовать. Безусловно, химиотераписты, безусловно, химиотераписты, безусловно, химиотераписты. Да ничего это не даст. Сначала нужно делать опыт определенный, получить опытные данные, а потом уже надо собираться. Опытные данные, если вы не знаете, давайте мы предоставим сейчас слово еще, чтобы вы были выступить со статистикой. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Я представитель как практического здравоохранения, меня зовут Петрова Антина Дмитриевна, так и, скажем так, науки. Я работаю в городе Барнауле, Алтайский кровоинкологический диспансер, на базе которого Алтайский фериал Российского онкологического научного центра в отделе педемиологии при лаптике рака. Я хочу сказать, что мы занимаемся уже практически 5 лет в содружестве с лабораторией фармакогеномики Института биоорганической химии циталниги в городе Новосибирск. У нас накоплен ванк данных из ДНК от 5000 пациентов, больных как спорадической, так и семейной формы рака молочной железы, плюс более тысячи контрольной группы. Результаты освещены в зарубежных, в том числе, работах, в частности, в журнале генетики, это очень хорошо. Ну, вот последний был, допустим, ЭСМА в Стокгольме, мы представили сообщение постерное, где был анализ генетических и клинических признаков у спорадической и семейной формы рака. Что я хочу сказать, вот я поддерживаю Евгения Новобловича и Надежду Викторовну. Как раз мне, как клинициста, который соприкоснулся вот с такой вот сундаментальной наукой, скажем так, соприкоснулся, мне очень понравилось выступление. Я считаю, что здесь исследования должны быть в двух направлениях. Во-первых, определение особенностей мутации повреждений в Берселе. Потому что многие докладчики об этом говорили. Но были приведены такие, в частности, данные, что в Томской области удельна частота встречаемости мутации 3,4%. В Иркутском области 6%, а у нас совершенно другие данные. На основании наших данных мы имеем особенности. И поэтому взять и сделать скрининг одной мутации, может быть, это хорошо, когда поступают все пациенты в отделение. Но скрининг — это исследование массовое, более публиционное. Это невозможно. И не имеет, я бы сказать, смысла. И никто за рубежом по этому методу не идет. Другое дело — выделение групп риска и, допустим, регистров на основании известных признаков. У нас такой регистр имеет. И вот там делать по максимуму. До скринирования в полном объеме. Я считаю, вот таким образом. Но вот то, что изложила Надежда Викторовна, мне это понятно и приемлемо. Я полностью поддерживаю. Я считаю, что должна быть, так сказать, это основа и все остальное должно прилагаться. Спасибо. И сейчас тоже позову, там, где кончается контроль, начинается неприятностей. Если благодаря этой методике мы хотя бы двух-трех пациентов заинтересуем самонаследование, самоконтрольное. И это будет подтверждено, что ее страхи, они обоснованы. Если еще на этом конец профилактируем для нее, так скажем, хорошего жизненного и качественного существования на этой земле, то вопросов больше не прихих не должно быть. И кто-нибудь надо принимать. Раз есть еще, Дмитрий Иванович, мыслить? Вот это, собственно, два момента, которые вызывают дискуссию, они как-то так или иначе обсуждались. Сначала высказываю, что, наверное, всем анализ с использованием того набора, который у нас сегодня сертифицирован, то есть, собственно, набор МТ-технологий, один вариант. То есть, я не очень понял, точку зрения, имеет смысл у всех поступающих в отделения или все-таки с семейным анализом, как, собственно, принято в Европе? Если это клиника и достаточно большой центр, где это можно сделать, значит, там нужно делать всех. Дело в том, что, ну, я не занимаюсь раком молочной железы, наследственным раком, да, но, скажем, у нас есть опыт исследования пациентов с ветеробоскопом. По идее, односторонние и монопутальные губы не должны иметь мутации герминальных. Оказывается, что порядка 5-7% пациентов вот с такими, как бы не наследственными формами ретинобластомы имеют герминальную мутацию. Здесь мы точно так же в условиях хорошего стационара, крупного центра или там диспансера можем просто сразу уже себе облегчить в дальнейшем путь исследования дамы, которая придет, или родственников этой дамы, которая придет там через какое-то время. Еще раз я себе сделаю выяснение совсем другого темы. Дело в том, что все время идет здесь условие нарушен, стационарно плохого, стационарно. Когда речь идет о, допустим, возможностях прооперироваться, так и тут в другой город можно поехать на плановую операцию. Если мы говорим фактически о любом типе подобной диагностики, особенно ДНК-диагностики, где очень хорошо хранятся образцы, то же самое относится к гиммуно-гистохимикам, профилактической диагностике. Любая из подставленных лабораторий вот здесь может обслужить всю страну по своей мощности. Поэтому я бы не стал... То есть мы суть клиническую можем обсуждать сколько надо, но я никоим образом не стал бы проводить границу между хорошо обладанным медицинским учреждением и менее разным, потому что возможности для анализа везде одинаковые. И более того, даже у крупных фирм, которые обслуживают подобную ДНК-диагностику, у них приемные пункты есть практически в каждом городе. То есть там и в любом... Я не могу себе не согласиться. Есть целая куча полуподпольных лабораторий ДНК-диагностики, которые делают, анализ так бы делают. Понимаете? Главное собрать денежку. Поэтому здесь я совершенно точно могу сказать, да, там ДНК-технология, да, там, скажем, медико-генетический центр, онкологический центр, герценовский центр. У вас в Питере есть несколько мест, где сделают действительно так, как положено, а не так, чтобы денежку у пациента сцедить, а диагностика, ну, да, вот мы посмотрели что-то. Я просто с этим сталкиваюсь. Я с этим сталкиваюсь. Но все-таки группы и лаборатории диагностических ДНК-технологий, ИЛС, ИТЕР, они имеют представительство во всех городах, по крайней мере, одна из них, и они всем предлагают услуги по минимуму ДНК-тестирования. Нет оснований полагать, что кто-то из них работает неправильно. Поэтому даже в пределах города везде есть, да, ведь можно, опять же, договориться с диагностической лабораторией. Любая диагностическая лаборатория на это охотничьим образом войдет и обеспечит курьерскую доставку в Москву, в Ленинград, куда угодно. Это вопрос абсолютно решательной проблемы. И любая диагностическая лаборатория, там, где пересылаются анализы, там можно абсолютно спокойно обслуживать всю страну. Но это же так и есть. Согласитесь. Уважаемые коллеги, я хотела бы дополнить. Есть один момент, с которым мы практически встречаемся. У нас много диагностических лабораторий. Человек приходит, получает бумагу с заключением и не знает, куда идти. То есть я призываю к тому, чтобы все диагностические лаборатории были завязаны на лечебные учреждения, которые могли бы определить судьбу больного, которые могли бы защитить больного и осуществить диспансеризацию, так сказать, наблюдение динамическое и все прочее. То есть чтобы человек, имеющий анализ определенный, знал, что за ним смотрят и что он имеет какие-то гарантии того, что он с этим анализом будет отслежен так, как положено. И вот мне кажется, поскольку мы являемся сейчас инициатором, скажем так, на уровне России, то нам надо обязательно вот эту комплексность обеспечить. Потому что да, высоко, так сказать, хорошо оснащенные лаборатории есть, но выпадение больных, вот так вот, с этической точки зрения, я считаю, что мы не должны допустить. Спасибо. Несмотря на то, что у нас надежда директорами представляем в одном учреждении, я позволю все-таки себе не совсем согласиться, вот с последним заключением, что больного нужно куда-то прикреплять. Вот вы знаете, сегодня все вопросы, которые обсуждались, они очень разнонаправлены. Одни вопросы касаются принятия решений действительно клиницистами, вторые генетиками. И мне кажется, нужно немножко вот эти уровни развести. Прежде всего, пациенты, то, что нужно делать это исследование, ни у кого не вызывает, я думаю, никакой, так сказать, никаких противоречий. Однозначно. Пациент имеет право знать, есть у него подобные изменения или нет. Потому что это действительно судьба пациента, это влияет на выбор объема и тактики лечения и так далее. А вот дальше идет различный уровень принятия решений. Ну вот я сижу, я клиницист, я не могу разобраться в тех технических сторонах, которые вы начинаете предлагать. Одну мутацию, не одну мутацию. Мне кажется, вот Сергей Михайлович меня поддерживает, что это вопрос, касающийся принятия решения генетиков. А вот уже то, что дальше делать, вот эти вопросы, они должны дальше принимать решения и действительно подвергаться какому-то коллективному, коллегиальному обсуждению. Мы действительно в клинической практике имеем огромные проблемы. Выявляется мутация. Вот на сегодняшний день у нас в институте онкологии, я руководитель отделения общей онкологии, где у нас концентрированы эти пациенты. Мы 300 пациентов посмотрели. Первый вопрос. Может ли лаборатория, во-первых, дать сертификат? Заключение, чтобы оно было узаконено. Узаконено как для нас, для врачей, так и для пациентов. Вопрос, огромный вопрос. Поначалу мы отправляли пациентов в Новосибирск, немножечко у нас это не сложилось. То есть это действительно серьезный вопрос. То есть лаборатория, согласно, должна быть сертифицирована. Первый момент. Второй момент. Дальше следует принятие решения, а что делать с этим пациентом? Мне кажется, основной момент, на который нужно сделать акцент, пациент имеет право иметь эту информацию. И наша задача, как, ну, может быть, грамотных онкологов, обозначить все перспективы, раскрыть все перспективы, так сказать, перед пациентом. Вот здесь начинают говорить судебные, несудебные разбирательства. Вы знаете, если пациентка подпишет информированное согласие, то, простите, почему она потом должна идти в суд и говорить, что мне отрезали здоровый молочный жиль. То, что касается хирургической, допустим, профилактики. Но вот если мы этого не скажем пациентке, то вот тут я считаю, что она может через какое-то время подойти и сказать, у меня не было информации, я не знала, что делать. Поэтому мне кажется, вот нужно занять какую-то грамотную позицию. Сложно клиницистам. Что делать? Согласно с Людмилой Григорьевной, вот у нас точно так же. Пять больных выявлена мутация по Берсиаде. Что делать с этими больными в Агливанте? Трое из них, Берсиаде, ой, простите, триполнегативный рак молодые женщины. По идее, ориентируясь на международные исследования, мы их должны перевести и переводим на платинсодержащие режимы. Правильно, неправильно, потому что нет на сегодня рекомендаций практически. Мы, в общем, это делаем на каких-то таких вот, ну, не знаю, не полурегальных, в принципе, это узаконенные схемы, но тем не менее переводим. И поэтому мне кажется, что вот может быть резюмирующая часть у сегодняшнего очень хорошего собрания вообще вот этой дискуссии, она совершенно правильная, хорошая, адекватная, но мне кажется, нужно немножечко вот так по полочкам разложить, что есть организационные вопросы, что есть тактические, и потихонечку идти к этому. Но то, что это надо решать, и то, что уже подошла к этому пора, это однозначно. Спасибо. А что такое рекомендации? Вот это все довольно легко, вы применяете совершенно разные схемы химиотерапии. Как новое проявляется, комбинация тех же химиопрепаратов совершенно охотно применяется. Потому что там нет уж такого отчетного обозначения, что в каком сосчитании есть общие рекомендации, тоже они не очень озвучены. Ну и тут же есть мировая практика, АСК, ЭСМО, все эти лаборатории, которые в другом степени какие-то морги и лицензирования имеют. Я опять же не вижу здесь такой уж необходимости всюду ссылаться на рекомендации. Там я понимаю, когда идет речь еще о таких очень серьезных компрессиях, про филактические операции, а мы-то дезинформированные согласия никто и не ставим. А так-то, ну, ничего не хватает. Вы правы, это с точки зрения сотрудника научно-исследовательского института. А там практически у меня это... Ну что, у нас здесь написано, что ксилоты может быть по ночной железы. Коменда, да. Что, Григорь, надо же добавить. Добавить. Ответить. Дело в том, что... Вы правильно, я не могла сказать, что научным центрам позволено многое. Дело в том, что сейчас все ненаучные центры обязаны предоставить какие-то документы, подтверждающие обоснованность назначения того или иного лекарственного препарата. Это чаще всего предоставляется... Ну, если есть российские рекомендации, это вообще замечательное не российское одобрение. Сейчас стараемся отбиваться международными какими-то рекомендациями. Мы не можем уже даже сейчас рекомендовать регионы практически наше научное изыскание. Потому что работают очень серьезные службы, которые потом открывают вреда вводные целиком использованы денежных средств. Это быстро, равно как каждый год появляются новые комбинации химиотерапии, даже старых препаратов. Ну, я понимаю, что какие-то общие рекомендации нужны, от этого не отойти. Но нельзя же доводить дело до ситуации нерешаемые, потому что слова БРК-1, БРК-2 и БРК-3, кстати, что самое смешное, те, от которого нет, появились рекомендациями здрава 6 или 7 лет назад. Кто это заметил? Что там БРК-3 есть, те, от которого нет. Все правильно, по идее, конечно, должны быть какие-то документы, но это же и не наше научное изыскание, но мы фактически опять же можем показывать СЛА, РК, рекомендации, НССР, то есть зарубежных агентств. То есть та же ситуация, что с химиопрепаратами. Даже думаю, что во многом попроще, потому что те же комбинации прислабутые, бесконечное количество, они же не все стандарты. Но, к сожалению, мы живем в частных федерациях и вынуждены это честно с зарубежными ими. Можно я тоже вас подвершу. Вот у нас еще была такая задумка, что вот действительно нет сейчас ответа правильного, да, какие препараты использовать. У нас была задумка еще тоже вчера, создать такую небольшую рабочую группу, которая бы позволила объединить, например, очень много на тело коммутации. 62 больницы, в УИПе, научу Сергея Петровича у нас, у нас у всех. Это большая группа пациентов. Может быть собрать такие данные, как международно консорциумы делали, да, и оценить эффективность к примеру, проведения новодеварной терапии, к примеру, проведение сохранных операций с последующей лучевой терапией. Ну вот они там так делали, а у нас может быть так. А насчет мутации, мы все равно возьмем за основу какие-то основные мутации. Так мы будем прописывать, что это основные мутации. Конечно, конечно, чего мы будем ждать, когда мы там 150 мутации на родной. А с вами я тоже очень согласна. И действительно генетиков, полагают, что такое тестирование, да, эти вещи все-таки конфиденциальные считаются. И вообще вот такая здесь очень нежная такая нежная. И считается, что проведение таких диагностей должно проводиться на первом этапе. Это генетик, да, а в основном зачем вам нужно? Он объясняет, он спрашивает согласие. Более того, при таких исследованиях даже рекомендовано получение информированного согласия. На втором этапе мы делаем это на третьем этапе, уже посылаем химиотерапевтах, хирургах, куда угодно. И они приходят к нам за этим ответом, мы даем им только в руки. Иногда это в некоторых центрах эта информация закрывается для других врачей, вот только врач, который лечит в ней. Так что вот здесь вот такие вещи. Просто у нас в стране это не регламентировано совершенно. Спасибо. Я хочу еще вернуться к дискуссии, которая была вчера, и была первый раз, наверное, высказана, на мой взгляд, очень здравая идея. Вот, когда мы обсуждаем, делать ли полностью анализ всех больных, выступивших в отделении возле мазобра молочной железы, либо, значит, делать какие-то выборки, которые связаны с тем, что это семейные формы рака, либо молодой рак, либо белка раннера, то, в общем, упирается сейчас на то, что действительно в разных центрах есть люди, которые могут проводить такой скрининг, но наверняка это может быть далеко не во всех кличках России. Вот высказана была довольно хорошая идея, что когда, собственно, такие вопросы задаются, то есть нету онкогенетикой, может быть даже и как-то не пересекается ортология с генетикой, прямо просто сделать онлайн-анкету, потому что, по большому счету, пациента смотреть не надо генетику, то есть там есть формальные какие-то вопросы, и с тем, чтобы это онлайн-анкета, каким-то образом обрабатывалась, может быть, в каком-то центре, даже здесь, в Ромце, и после этого получались какие-то рекомендации. это обрабатывает. то есть это просто в виде ДИИ, не знаю, что ее будет реализовано, не будет ли она реализована. Я подряду микрофон, насколько у меня лучше было слышно. Давайте запретим генетика вообще. Давайте все будем через аппараты, вот эти замечательные наши компьютеры, а поговорить-то с человеком, кто? Не генетик? Генетик. Пожалуйста, говорим сколько угодно, но если не было уговорить, то что это делать? Ситуация такой в дуги. потому что пациент, который пришел на консультацию к доктору, он от него ждет помощи, потому что ну вот да, мы все написали, вот такой-то анамнез, закинули, пришел ответ, все, пора подвязывать ласты. Поэтому нет, вот этот момент должен быть везде прописан совершенно четко. Врач-генетик проводит ну один из первичных приемов онкологического больного, особенно с отягощенным анализом. Обязательно. Мы по этому специально, у нас не самая очагная литерация в родной расположенной в жизни. У нас с теми, кто-очень варят кредитинский, который лидер направления еще раз в гостоке в Североке достаточно, что все больные должны проходить для отец как скрининг. Каждого принимать, с каждым говорить. Да это даже с точки зрения просто приема больного оформа, сколько это времени уйдет, я уже не говорю поговорить. То есть тут на самом деле не очевидно это вопрос, как мне кажется, потому что конечно, когда вопрос целесообразности до такой глубины тест делать простой или сложный, тогда консультация необходима. Если человек обнаружила мутация, они же разные есть, есть ВРК1, а есть человек 2, все равно такая диапазона сделается. Тогда консультация необходима. то, что у нас там тоже мои коллеги по кафедру генетики говорят, что каждый больной должен быть проконсультирован больным генетиком, так во-первых, это очень долго и очень много времени, а самый главный вопрос, зачем, что тут скажет генетик, когда обратилось женщине, таких больных большинство, 70 лет, никакого семейного адамна завезят в позитивной опухоль. Даже если не спросишь прородословное, она скажет, ничего такого не было. Ну и что? Тогда не против генетик. Нет, их пропилировать ее надо. И получается, что это в общем так сказать, даже документы наоборот связаны с этим. Я уж не говорю, просто сама консультация, которая займет две минуты. Пожалуйста. Ну конечно. Я бы сказал, пациентки заболеваниями добротворительной диалоги. Я не совсем согласен. Микрофон, говорите уже. Да, вот за этот год мы обследовали на мутации геноперсии порядка двух тысяч человек. Это все больные, которые поступают в наши работы. Поправьте, пожалуйста, микрофон, потому что я думаю, что вас плохо слышно. и более выводить, и более построить. пациентки с заболеванием добротачественные, это злотачественные заболевания молочной железы и рак личников. И вот показывает, что вот этот первый этап анкетирования мы пробовали давать пациентам заполнять, и в общем-то опыт не очень хороший, потому что человек не может сам заполнить ту информацию, которая нужна генетика в дальнейшем для отбора этих пациентов. Поэтому, так сказать, в общем-то, с усилиями нашей лаборатории у нас всего 5 человек, все-таки мы имеем возможность опросить каждого пациента, это занимает немного времени, но зато мы получаем полную информацию и уже можем более целенаправленно дальше проводить наши пациента с раком молочной железы, с раком яичников отпрашивать? Каждого пациента. Каждого? Каждого? Это нормальные данные, просто анкетированные? Это анкетированные, у нас есть сработанные анкеты, и опять же, и не только пациенты, которые у нас лечат, но и те, которые уже приходят, амбулаторные или сдали, это родственники пациентов и так далее. И в то же время, беседуя с этими пациентами, мы привлекаем для обследования родственников, которые уже приходят и встают этот анализ на полчаса и все желающие. А все пациенты в нашей клинике проходят это исследование бесплатно. А какая цель этого анкетирования? Для чего он пересадывается? Это для того, чтобы выяснить семейную отношение к данному пациенту. человекуц. Затем уже для консультации генетика отбираются пациентов после ДНК с терминами уже целенаправленно консультируют клинический генетик пациентов с выявленной мутацией. А кто проводит анкетирование? Сотрудники лаборатории. Сотрудники лаборатории какие? В генетике. Врачи генетики проводят? Врач генетик и биологи генетики. И биологи генетики. А интерпретируют то результат анкетирования кого управляют консультацию кого не управляют? Мы не интерпретируем в данном случае. Это только лишь отбор пациентов для дальнейшего исследования. Консультирует врач генетики. А по каким учебникам генетики генетики я могу вам показать вопрос? Нет, мы просто слушаем. То есть речь о... По разу те самые эффекты, которые вычитывали. Ничего нового не может. Но просто я хочу сказать, что сам человек часто не может правильно заполнить анкету. То есть не то, что правильно, не может полностью изложить ту информацию, в какую подказку вы не представили, в режим онлайн или либо на бумаге анкету. Часто с пациентом надо исследовать. Этого не хватает. Прошу. Предложение в этом случае. Много врачей-генетиков немного, а клиницистов достаточно, которые все время встречаются с больными раком молочной железы. Мы в любом случае, ну, должны во всяком случае собирать семейный анамнез. Нельзя ли сделать вот ту же анкету, допустим? Я не думаю, что это такие сложности собрать грамотно семейный анамнез врачу-клиницисту. Это не займет сильно больше времени, чем обычный сбор анамнеза для истории болезни. И можно заполнить, ну, просто это экономия времени тех же генетиков, которым есть на что его потратить на то же генетическое типирование. И можно просто вот собирать, заполнять эту анкету для генетиков клиницистам хотя бы на час больших цен. совершенно верно и в нашей истории болезни анкологического цен, когда большая пропасть и на тягощение все туда все пишут. Хотя у нас печально у нас тоже такое есть и там заполняется, но ужас пришли у нас несколько очень фактических хашебек было, которые на клинические ведения не так может быть повлияли, ну, просто кошмар хашебек было, когда изучались случаи с очень серьезной тянощетностью в очень большие анализы, а потом я считаю, что там совсем не то, потому что допустим, врач указал историю лесогон пациентки, а его мамы или пациентка выдает, то есть это вообще-то тоже, мне кажется, разумно. Ну, то есть я понимаешь на предварительном этапе формальную информацию надо как-то пытаться попроще собирать, но здесь и плюсы, и минусы, и, наверное, туда же обсуждать нечего, понять. А мне просто несколько этих случаев, когда было зря, по-моему, генетическое исследование, ну, как бы компенсировать таким-то случаем, тогда было выгодно, вы заплатите? Так заплатится или нет, если вам кажется компенсируется? Я могу рассказать, что вы сделали в таком объеме и сделать про ситуацию в вечне. Я считаю, что нужно, вот, я не знаю, сопредседатели, еще профессора, которые занимаются конкретно этим делом, набросают каждый конкретно свой вариант, потом это объединить, иначе вот такие разговоры ни к чему не приведут. При этом, при этом, я считаю, что совершенно необходимо, вот, уже разработанные анкеты, Людмила Николаевна, я не знаю, есть ли у вас в лаборатории анкеты, но вот здесь уже, скажем, есть разработанный вариант. Объединить, если у вас есть, взять оттуда самое ценное, нужное, и обязательно ввести это в методические рекомендации, как один из первых жагов обследования в пациенте. Чтобы проще были методические рекомендации, эти вот в жизнь, так сказать, воплотить, разделить четко два направления. Профилактическое, вот то, что я в этом заинтересована, это члены родных семей, и есть рекомендации, все это есть, это направление разрабатывать, и вот здесь нужно искать какие-то скрининговые исследования, то, что вы предлагаете, сегодня мне это не убедило, и второе, для больных злокачественных образованиями. То, что в большей степени сегодня дискутировалось. Те, которые поступают, у них тоже есть родственники для них, для оптимизации лечения и так далее. То есть, это два направления, и тогда, может быть, не будет вот этого каша-мишанины. Спасибо. Скучно, спасибо всем вам большое за участие в дискуссии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.